Дорогие зрители, добро пожаловать на Кляге Маур Ти Ви. Сегодня мы вновь сообщаем об образовательной программе красно-зелёного правительства земли Баден-Вюртенберг. Этой программе правительство хочет повсеместно выступить против дискриминации на основе различной сексуальной ориентации. Критики этой образовательной программы однозначно отвергают любую форму дискриминации. Их критика направлена против чрезмерного акцентирования этой формы дискриминации, так как лишь 3% случаев относятся к упомянутой правительством формы сексуальной дискриминации. Также противники образовательной программы видят в этом явное нарушение Конституции. В статье 6, пункт 2 говорится, что родители, а не государство, имеют главную ответственность за воспитание своих детей. В субботу, 5 апреля 2014 года, состоялась уже третья большая демонстрация. На этот раз было примерно 2500 участников. Это число организаторы назвали в конце демонстрацией. 500 полицейских были вынуждены защищать демонстрацию. Уже заранее, и на этот раз, организация «Антифашистский союз действий Штутгарда и окрестностей» на своем сайте призвала мешать и блокировать эту разрешенную мирную демонстрацию. Можно было прочитать следующее. «Такому опасному объединению мы и на этот раз не хотим и не дадим без помех пройти пациенту Штутгарда». Эта организация советует противникам демонстрации оставить дома мобильники и фотокамеры, так как эти снимки могут после привести к большим неприятностям. Дальше они говорят. «Еще одной опасностью является выкладывание личных фотографий на общественно доступных интернет-сайтах, потому что до них могут добраться органы власти, скачать и использовать эти снимки в своих целях, чтобы их использовать против вас». Итак, обратите внимание на то, как вы одеваетесь, помните о шапках и очках. Будьте креативными и не ходите как всегда. Как же это возможно, что такие сомнительные организации могут открыто призывать к насилию? Здесь затребована полиция, так как такое действие однозначно противозаконное. Если уже заранее просят одеться так, чтобы невозможно было узнать с тем, чтобы, совершая преступление, остаться неопознанным, то это посягательство на правовое государство и его демократические группировки. Полиция и прокуратура здесь настоятельно были призваны еще до демонстрации принять меры по отношению к этим потенциальным преступникам. Так как и в других местах Германии регулярно и планомерно мешают проведению демонстраций против ранней сексуализации детей, здесь необходимо задать несколько важных вопросов. Являются ли такие насильственные беспорядки систематически организованными? Кто заинтересован в том, чтобы демонстрации такого рода пресечь в корне? Возможно ли, что и в этом случае у левоэкстремистских дебоширов речь идет об оплачиваемых активистах, как это было во время массовых беспорядков в связи с семейной конференцией Компакт Магазин в ноябре 2013 года? Как стало известно, примерно 400 замаскированных антифашистских дебоширов, пытавшихся сорвать конференции покупкой билетов, получили финансовую поддержку от СДПГ и левой партии. Уважаемые дамы и господа, кто в Германии финансирует готовых к насилию активистов? Чтобы дать полезные сведения и дополнительную информацию, обращайтесь, пожалуйста, к Кляге Мауэр Ти Ви под рубрикой Кляге Айн Райхен. Мы благодарны вам за поддержку и желаем вам доброго вечера.